МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Первобластного канала продолжает выпуск новостей. Студия Оксана Холодова. Здравствуйте. И вот о чем расскажем сегодня. Из первых уст открытое правительство побывало в Райчихинске. Прощальное заседание 6-й созыв Амурского законсобрания завершил свою работу. В тестовом режиме в Заветинске запустили цех по переработке гречихи. Сезон охоты с 27 августа разрешили отстреливать пернатую дичь. И свадебные переполом благовещенской власти, недовольны тем, как проходят выездные свадебные регистрации на территории города. Открытое правительство в Райчихинске. Накануне амурские министры во главе с губернатором Александром Козловым провели рабочую встречу в городе Угольщиков. Обсуждали подготовку к отопительному сезону. Также глава региона проверил, как идет подготовка к Дню Шахтера. Ведь к этому празднику строители обещали завершить большую реконструкцию ледовой арены и футбольного поля. Мария Красилова подробнее. Здесь уже холодно. После большой реконструкции ледовая арена Райчихинска, как и 20 лет назад, начала работать круглый год. Для этого понадобилось 23 миллиона 600 тысяч рублей. Но амурское правительство на это из бюджета не направило ни копейки. Спонсором стал амурский уголь. Здесь уже почти все готово. Мастерам остается только нанести разметку и залить лед. Но уже видно и понятно, как будет выглядеть ледовая арена. Зрительские трибуны будут располагаться наверху. Там же предусмотрено два места для телевизионщиков, которые в перспективе будут вести телетрансляции матчей. За время реконструкции здесь провели общий ремонт и запустили холодильную установку. В час она потребляет 250 киловатт. Это как обычная семья за целый месяц. Содержать арену будет областной центр развития спорта. Мы первый каток, который сдается тогда, когда мы обещали. То есть мы обещали к дню шахтера, мы к дню шахтера его сделали. На стадионе «Горничок» тоже почти все готово. За полтора месяца здесь уложили основу под ковровое покрытие с системой водоотведения и сам ковер, на который тоже не потратили ни рубля амурских денег, а платили только его укладку – 7 миллионов. К первому матчу на день шахтера осталось засыпать резиновую крошку и сделать бордюры. Да, они уже здесь, мальчишки, уже все это проверили. Каждый вечер здесь народу собирается очень-очень. Мы сдаемся 27-го, наверное, обед. Успеем, если ливень не пойдет, все успеем сделать. Пришла ждать анализ, и как бы я еще нужна была, естественно, вышли, и это идет масса. На встрече с губернатором области и амурскими министрами жители Райчихинска озвучили вопросы, которые не могут решить с властями местными. Это бытовые проблемы, возрождение городского дома культуры, строительство новых скважин. Беспокоятся райчихинцы и по поводу грядущего отопительного сезона. Министр ЖКХ доложил, что повода волноваться нет. 32% топлива уже оплачено. Накануне советник генерального директора амурского угля Александр Коряков обратился к губернатору области по вопросу задолженности райчихинских коммунальщиков за уголь. Александр Козлов принял решение направить 250 миллионов рублей на погашение долгов. Таким образом, город больше ничего не должен, и дальнейшие поставки угля будут вестись по плану. На рабочие встречи обсудили и проблему местных управляющих компаний. Многие накапливают долги, а потом меняют название и начинают работать снова. Чтобы разобраться с управляйками, губернатор решил направить в райчихинск жилищную инспекцию. Говорили не только о проблемах, но и о достижениях. Например, в прошлый раз Александр Козлов дал поручение коммунальщикам осветить въезд в райчихинск. 50 светильников вдоль дороги появилось. Выполнили там и ямочный ремонт. В следующий раз Александр Козлов приедет в райчихинск на день шахтера в это воскресенье. Перед праздником амурский уголь отчитается о работе за год. Мария Красилова, Андрей Цветков, Первая властной. В Заветинске сегодня в тестовом режиме начал работать цех по переработке гречихи. Первая партия продукции уже готова. Посмотреть на производство прибыл глава региона, который работал в Заветинском районе. На месте побывала и Анастасия Петраж. Передаю ей слово. Вот он, тот самый цех по переработке гречихи, который буквально сегодня запустили в тестовом режиме. На самом деле цех работал уже давно. Ну, последние три года он стоял без дела. Сейчас же цех, а также всю территорию данного предприятия перекупила другая компания. И вот сегодня была получена первая партия продукции. В переработку запустили 20 тонн гречихи, которую доставили с одного из предприятий, которое находится неподалеку. Из них получат примерно 10 тонн гречневой крупы, 3 тонны гречневого пробела. В общем и целом будет где-то 15 тонн продукции, 5 тонн отхода. Но даже эти отходы, они все равно пойдут в производство. Это мелкое зерно, которое может быть использовано для производства комбикормов. Также шелуха, которая остается после всей переработки, да, она идет для отапливания близлежащей котельной. То есть вот такое вот безотходное производство. И через пару месяцев этот цех планируют запустить уже на полную мощность. И тогда он составит определенную конкуренцию на данный момент единственному полноценно работающему цеху по переработке гречихи. Это Октябрьский элеватор. На месте сегодня побывал губернатор Амурской области Александр Козлов. Он пообщался с руководством предприятия, с работниками цеха. А также озвучил и перспективы цеха по переработке гречихи, вот, Заветинского, да, на будущее. Коллектив есть. Люди не разъехали из Заветинского района, которые знают, как раньше это производство работало. Сегодня уже 4 смены заблюдено. Это значит 7 человек в смену, 28 человек. Наша задача сейчас помочь компании оформить документы. Для того, чтобы в том числе и была осуществлена в законном порядке реализация этой продукции. Так как гречка у нас начнется в сентябре, сборы ее урожая. То есть к этому времени уже предприятие поручило следующее поручение оформить документы для того, чтобы перерабатывать и реализовывать эту продукцию. Шестой созыв Амурского законодательного собрания завершил свою работу. Сегодня состоялась последняя сессия. Всего же за 5 лет их прошло 70, на которых было принято чуть более 700 законов и решений. После выборов нового регионального парламента заниматься областными проблемами будут уже новые депутаты. О чем говорили на прощальной сессии и какие предложения одобрили пока еще действующие народные избранники, расскажет наш корреспондент. Каждая сессия всегда событие. Ведь в этих стенах рассматриваются важные и судьбоносные решения для региона. С таких слов открыл последнее заседание 6-го созыва губернатора Мурской области Александр Козлов. Он также отметил, что не просто давалось принятие бюджета на 2016 год, особенно его социальный блок. Много споров было и с принятием других законов, но согласие, вернее золотую середину, всегда находили. Глава региона поблагодарил за работу, а участникам предстоящих выборов, что состоятся 18 сентября, пожелал победы. Предстоящие выборы, как всегда бывает, внесут изменения в состав законодательного собрания. Частично он обновится. Кто-то покинет парламент, кто-то продолжит работу. Но традиции, заложенные поколениями законодателей Мурской области, в том числе и вами, они, конечно же, будут развиваться и дальше. Я не сомневаюсь, что те из вас, кто принял решение не участвовать в выборах, будут востребованы на других ответственных участках работы. Далее амурские депутаты приступили к обычной работе – обсуждению проблем насущных. Коснулись темы выгула животных. Дело в том, что в законодательное собрание часто обращаются амурчане, пострадавшие от домашних собак, которых выгуливают без намордников. В связи с этим парламентарии решили обратиться в Государственную думу Российской Федерации, чтобы те внесли коррективы и заполнили некоторые пробелы в законах. В частности, прописали штрафы за выгул собак без намордника. Также народные избранники запланировали внести изменения в устав региона. И зато Углегорску предложили присвоить название «Циолковский». Первым подготовительным этапом является внесение изменения в устав Амурской области. Параллельно вносятся уточняющие наименования, поскольку у нас там перечень наших населенных пунктов Амурской области, которые определены уставом, содержат еще старое наименование зато Углегорск. Мы меняем его на зато Циолковский, поскольку начинается работа по формированию бюджета 2017 года, а все бюджетные и межбюджетные отношения, естественно, привязаны к наименованию. Вопрос градостроительства амурские парламентарии не могли обойти стороной. Амурчан предлагают заселять в новостройки без обустроенных детских площадок и асфальтовых дорожек. Это касается многоэтажек, что сдаются в эксплуатацию в холодный сезон, когда строители из-за морозов не могут выполнить всех положенных работ. Завершать обустройство инфраструктуры хотят по гарантийным письмам к началу теплого периода. Также один из депутатов, Александр Синьков, выдвинул предложение начинать строительство, не дожидаясь разрешения на подключение сетей к будущему объекту. Упрощается. То есть мы строим дом, его надо подключить. Для того, чтобы подключить, мы начинаем опять разрабатывать проектно-сметодокументацию отдельно на сети, отдельно на все. Хотя точки подключения нам уже определены. И вот этот промежуток, где земля вне зоны строительства находится, идет теплотрасса, допустим. Вот на этот участок мы опять начинаем разрешение получать и прочее. Теперь мы предлагаем упростить. Все равно эта точка подключения не дана. Все равно мы здесь будем вести теплотрассу. Для нее не надо, нет необходимости разрешения. Доходы областного бюджета в этом году выросли почти на 412 миллионов рублей. Деньги запланировано направить на восстановление автодорог в регионе. Тема финансов стала одной из самых важных на шестой сессии. Система, что заключена Министерством транспорта и строительства Амурской области с ОАО «Газпромтрансгаз Томск» соглашение, в рамках которого предусмотрено перечисление средств в доход областного бюджета на возмещение затрат, связанных с восстановлением автомобильных дорог, задействованных при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири». Общая сумма по соглашению составляет 1,8 млрд. В текущем году в доход областного бюджета поступит 412 миллионов рублей, которые увеличат объем Дорожного фонда Амурской области. Принятие закона о распределении региональных денег стало одним из самых важных, за что голосовали амурские парламентарии. Все программы, да и жизнедеятельность Амурской области так или иначе связаны с финансами, говорят депутаты. Кстати, с этого года введено изменение. Годичное планирование областного бюджета заменят на трехлетние. Федеральный центр перешел на годичное планирование, мы вслед за ним, потому что мы неразрывно связаны с системой, получаем субсидии, субвенции, дотации различные именно с федерального бюджета, поэтому мы также перешли по планированию на одногодичное планирование. Но с этого года депутатам уже нового созыва предстоит опять вернуться к трехгодичному планированию. Это все-таки, наверное, я больше склоняюсь к этой системе, потому что это позволяет, по крайней мере, какие-то прогнозы, планы строить на какую-то небольшую перспективу вперед. Из 36 членов Амурского заксобрания на шестую последнюю сессию собрались 32 представителя. После 18 сентября, когда пройдут выборы, заниматься проблемами области будет уже новый состав. Заседание планируется провести в начале октября. Вероника Федореева, Игорь Карпов, Первый областной. При Амуре получат более 200 миллионов рублей на покупку лекарств для льготников. Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне подписал распоряжение о уделении регионам дополнительных средств на покупку медикаментов. Первоначально в бюджете России на эти цели было предусмотрено 30 миллиардов 600 миллионов рублей, но затем премьерам было принято решение об увеличении суммы еще на 1 миллиард 400 тысяч. Сегодня в России 3,5 миллиона льготников. Их стало больше на 190 тысяч человек. Поэтому и было принято решение увеличить финансирование. В результате такого шага Амурская область вместо 208 миллионов получит 212. Больше всего средств из далевосточных регионов будет направлено в республику Саха-Якутия. Ей предназначено 345 миллионов рублей. Между тем, в интернете пользователи активно обсуждают видео, которое было снято в прогрессии. На нем несколько подростков избивают пьяных мужчин и женщин. Видео вызвало шквал негодования у амурчан. Полиция уже проводит проверку по этому факту. Выяснилось, что самому старшему подростку, который оказался на видео, всего 13 лет. И по закону он не будет отвечать за нанесение телесных повреждений. Всех участников расправы сразу же доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о постановке их на учет в отдел по делам несовершеннолетних. В отношении родителей и подростков составлены протоколы. На вопрос, что заставило пойти на такой поступок, участники видео ответили. Насмотрелись подобного в интернете и тоже захотели попробовать. Сезон охоты на дичь открывается 27 августа. Однако стрелять фазана амурским охотникам пока не разрешили. Выйти в лес с ружьем можно будет до 15 октября. Целый месяц разрешено охотиться на гусей, уток, горлиц, куликов и диких голубей. С 25 августа охотникам будет можно отстреливать косулю, а с 1 сентября – лося и изюбри. В этот период будет разрешена только так называемая трофейная охота. Отстреливают только самцов. Амурское управление по охране и использованию животного мира просит любителей охоты соблюдать правила, технику безопасности и не нарушать границы охотничьего хозяйства, которое указано в путевке. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Благовещенские молодожены все чаще стали проводить свадебные торжества около городских достопримечательностей и на газонах. Особой популярностью пользовался сквер возле Центра эстетического воспитания. Здесь после каждого выездного банкета оставался мусор и бутылки от шампанского. После многочисленных жалоб жителей города мэрия Благовещенск запретила выездные свадьбы. Как к такому решению относятся сами молодожены, предприниматели и работники ЗАГС, все мнения собрал Ростислав Азизов. Как две реки, которые стали единым целым и отныне двигаются лишь в одном направлении. Провести церемонию бракосочетания на набережной города Благовещенска – давняя мечта молодоженов Анны и Дмитрия. К своей свадьбе мечты они готовились более восьми месяцев и, наконец, сегодня смогли сказать заветное «да» и надеть друг другу обручальные кольца. Их церемония бракосочетания состоялась на ротонде, таком излюбленном месте новобрачных. Легкость, воздушность, нежные цвета, морской волны и крылья – как символ одухотворенности. Наиспеченная семья Икуниных признается – произнести свои клятвы любви хотели именно в нестандартной обстановке. Это, наверное, самые красивые регистрации. Это очень круто, это на свежем воздухе, это праздничное, это очень, в первую очередь, красиво. Ну, это того стоит, потому что в ЗАГСе – это как у всех, а охота как-то от себя, чтобы как-то свое было, своя свадьба, не как у всех. В Преамурии все большей популярностью пользуется услуга выездной регистрации, и это неспроста, ведь именно благодаря усилиям специалистов свадьба превращается в красивую и необычную сказку. Эта церемония бракосочетания хоть и не имеет юридической силы, но для жениха и невесты, а также для всех гостей не становится менее волнующей. Фильмы, да, там, американские, все мы видели с самого детства, и там были вот эти красивые церемонии, где-то не в ЗАГСе, да, а на какой-то, ну, как бы, на природе. Ну, и, конечно, очень захотелось, чтобы наши, ну, молодожены тоже себя почувствовали, особенно девочки себя почувствовали принцессами. Набережная, парки, скверы и загородные дома – на что только не идут молодожены, чтобы сделать свой главный день жизни незабываемым. Самой необычной церемонией бракосочетания 2016 года в областной столице стала ночная свадьба под луной, а одна из самых дорогих обошлась в один миллион. Однако, как говорят будущие и состоявшиеся супруги, свадьба – это праздник жизни, и на нем не стоит экономить. Такие церемонии вызвали недоумение у городских властей. Мэр города Валентина Калита заявила, что подобные торжества в общественных местах часто мешают окружающим, да еще и горы мусора остаются после них. А также дала совет новобрачным не нарушать правила благоустройства города и без вреда для зеленых зон проводить свои праздничные мероприятия. Если сегодня становится модно и молодые люди выбирают такую форму, как выездная регистрация, они имеют на это полное право, но это не должно никаким образом быть с нарушением закона, поскольку распитие спиртных напитков в городе в публичных местах, оно однозначно по закону запрещено, и проведение публичных мероприятий всегда проходит с уведомлением администрации о проведении публичных мероприятий. Официальная церемония с выдачей свидетельства о браке по-прежнему происходит только в стенах ЗАГС. В основном молодожены, решившие заказать выездную регистрацию, проводят непраздничную роспись во дворце бракосочетаний, а уже после произносят клятвы верности и объявляются супругами в другом месте. «Хорошая, красивая практика, она имеет продержку среди населения, потому что не все могут гости подойти в дворец бракосочетания, а хотелось бы поприсутствовать, поэтому молодежь стремится где-то в других местах. Поэтому считаю, что не такой это крупный конфликт, он будет исчерпан, интересы всех сторон, молодоженов, предпринимателей, мэрии и органов ЗАГС будут учтены, и, в общем-то, мы будем дальше активно жениться и радоваться жизни». Кстати, как рассказала мэр города Валентина Калита, в Благовещенске уже в ближайшее время на законном уровне выберут места, где можно будет проводить выездные церемонии, однако все мероприятия должны будут согласовываться с администрацией и, самое главное, проводиться без нарушений правил общественного порядка. Ростислав Азизов, Андрей Цветков, Первый областной канал. И это все. Спасибо за внимание. Наши новости доступны на сайтах amurobl.tv и portamur.ru в разделе ТВ-проекты, а также на странице Первого областного канала в Facebook и Одноклассниках. Я желаю вам хорошего дня. Увидимся на Первом областном канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова